всем привет на связи снова серега приветствую подписчиков просто зрителей своего канала хотел сегодня поговорить о том о приманках на соболе которые использовал в этом году ну и распределить их получается по популярности скажем так у соболя какой у него вкус был в этом году так вот по приманкам получается не в этом году а в прошлом 21 ноябре поэтому использовал я получается кухарь заяц тетерка рябчик и рыба 5 приманок которые использовал в этом году а утка еще что вот в этом году на последнем месте это не знаю как сказать в общем а утка у меня была только на одном капкане висела шея утки получается с головой кряковая утка крикаж по моему был крик вода осенняя то есть серая и по прибору цвета вот был один капкан с этой приманкой и он сработал принес мне хорошего соболька в принципе приманка работает она была слегка пока под квашеная сработала следующем получается по порядку можно назвать приманку наверное из рыбы вот рыбы использовал разную речную рыбу местную получается чебаки были щурята были карасики небольшие и ротаны еще были так вот был такой случай получается получается что на мерзлого от она я поймал соболька но это не попало в ролик потому что не было собой не было телефон под замерз и хотел снять телефон замерз я потом убрал внутренний карман времени не было что дальше там отснимать что-то получилось за кадром данной ситуации но вот у ручья на мерзлого ротана не под квашеного ничего просто от мерзлый ротан положил просто его все и попался только как он пособой так как бы особой популярностью данная приманка не пользуется по крайней мере в этом году не пользовалась частности на моем участке моих условиях следующий наверное идет заяц заяца тоже только причем висела замечательно в разных местах при разных установках но попался только в одном месте соболе тоже перед самым закрытием получается то есть целый месяц приманка провисела и сработала только вот в конце месяца один раз зайца получается были лапы потроха шкуры голова дальше можно расположить глухая как бы субболе интересовался подходил глухарятину но особо не лес были до сработки не отрицаю но особо не лес и я считаю что больше не привлекала наверно зрительная приманка то есть вот часть крыла или кусок кожи с перьями я возле капкана подвешиваю на ниточку чтобы его ветром туда-сюда мотыляла я думаю что это больше его подманивала что были случаи когда он подходил интересовался топтался но на жертв не залазил и приманку не трогал поэтому и не ловился вот втором месте получается по популярности была у нас тетерка тетерка интересовала очень хорошо но ты вот до этого уже говорил что на рябое перо он очень хорошо идет соболь вот тетерка была тоже слегка подквашенная и на первом месте как было и до этого у меня находится рябчик каком любом виде не был там квашеный не квашеный прям свежак вот только ты в процессе ходьбы по путику стрельнул дошел до капкана просто еще теплая тушка обдираешь ловилась на первом месте популярности в этом году соболя был рябчик ну вот в принципе и все такое коротенькое видео сильно рассусоливать не буду если православики которые там ну или просто любители которые добывают соболя есть такие если среди зрителей моего канала отпишитесь по возможности также там от последнего номера до первого что на каком месте было у вас в этом году по приманкам на соболя а еще хотел добавить что есть такой блогер все очень заинтересованный человек андрей поняга на многих охотничьих форумах есть его высказывания он там на канале дикая охота по моему выпустил несколько роликов в том числе и по пахучим приманкам то есть он сам их выпускает сам разрабатывает туда-сюда вот я так заинтересовался тоже этим делом хочу тоже попробовать разные рецепты есть у меня уже там небольшие наброски все это приготовить но скорее всего процессы брожения должны пройти всевозможные все это время я думаю что это уже ближе будет к весне либо вообще летом поэтому снежного покрова уже не будет и наличие посещаемости животными именно какими животными будет отследить очень сложно снега не будет следов не будет особо вот если я к этому моменту сгоношусь и куплю себе фотоловушку вот такая мечта у меня есть давненько уже именно для отслеживания этих моментов я думаю что запишем серию роликов вот именно по пахучим приманкам по их рецептуре ну и по рейтингу скажем так популярность ну все на этим будем заканчивать наш ролик всем удачи до конца сезона еще осталось совсем чуть-чуть буквально дней 15 меньше даже конец февраля вот все до новых встреч кто еще промышляет парни мужики ребята вам удачи ни пуха ни пера до новых встреч